Не по земле, а по морю, да еще на моторной лодке. Именно таким способом добирается к своим студентам ректор Нитумисиса Левтина Черникова. Такой транспорт выбрал студенческий совет в летнем лагере вуза самоуправлений. Поэтому даже ректор не может повлиять на ход встречи на берегу встречающих, которые ждут гостей для дальнейшей экскурсии. Сам лагерь располагается в Абхазии, на берегу Черного моря. Сама идея создания лагеря появилась более полувека назад. В 1964 году ректором наших МИСИС был назначен этот наш полувчик. И потом вдруг ему проректор по административно-хозяйственной работе, Облак, и сказал, что, вы знаете, МГУ получили территорию бывшего совхоза Агараки. Неплохо бы и нам туда. И Петр Иванович быстренько его командировал сюда. И Облак сумел на бывшем совхозном поле получить 2,5 гектара земли. Это старую территорию лагеря. Изначально, значит, он планировался как такой спортивный, здоровый лагерь. И все спортсмены действительно измели всегда какие-то трёпки. Все сборные, не все просто здесь. Прекратилось это в 93-м году, когда началась война. Кроме наших домиков, в этом ущелье ничего не осталось. А до войны здесь было 5 лагерей. С 2000 года мы возобновили эти длительницы. Ну и постепенно у нас началось строительство. Теперь же лагерь представляет собой нескольких аккуратных домиков и встроенный ряд палаток. Да, жить в палатке очень комфортно, потому что наш университет создал все условия для того, чтобы студентам было максимально удобно и максимально как дома, как в общежитии. Несмотря на оптимизм ребят, условия всё же спартанские. Умывальник на улице, душ в отдельном домике, а свободного времени почти нет. Подъём в 8 утра, и каждое утро начинаются зарядки. В 9 завтрак. И в этот раз на завтрак приехала гостья. Ректор ВОЗа решила лично попробовать, как и чем кормят ребят в лагере. Вы очень очень любите, потому что выбрать пиццу при наличии других мест, это надо иметь серьёзный стержень внутри, потому что здесь всё-таки очень спартанские условия. После приёма пищи ребятам дают задание на вечер. Это может быть День народов мира, День экономической игры или же День спорта. Получив определённое задание, каждая команда отправляется думать, как и чем будет удивлять жюри вечером. И в это же время у ребят есть свободное время и возможность искупаться в море. Однако на пляж идут не одни, с вожатыми. Безопасность превыше всего. Веселье веселим, а обед строго по расписанию. А после обязательная обственная нагрузка. В стенах летнего лагеря учат петь, развивать свои деловые качества и ораторскому мастерству. Все преподаватели мастера своего дела. Руководство ВОЗа специально приглашает профессионалов, которые помогают ребятам в становлении их личности. Когда ты выпускаешься с университета, человек должен научиться работать, придя в новую компанию, быть в команде и исследовать ее направление, ее стратегии. А кроме приглашенных специалистов, с ребятами много занимаются их вожатые. Которая из нас имеет дополнительное образование, не связанное с металлургией, это что-то свое. У меня это визаж и косметология. Кроме работы ума, в лагере много и физических занятий. Например, волейбол. Выбор игры не случайно. Например, эта игра помогает научиться работать в команде, понимать границы своей зоны ответственности, взявить внимательность, координацию и ловкость. Есть дни, когда весь день занят поездкой. Например, на озеро Рица. Такие поездки не только увеличат кругозор, но и помогают стать настоящей командой. А вечером интерактив. В режиме простой игры в КВН ребята проявляют себя и стараются принести своей команде победу. В этот раз после выступления все ждал сюрприз. Ректорский шашлык, где можно было задать любой вопрос главе вуза. Несмотря на отведенный час для разговора, ребята не отпускают ректора почти два часа. Вопросы задают разные, от общих до личных. И ректор отвечает на все. А после церемонии исполнения желаний ребята пишут на листовой бумаге, что это сокровение, и складывают кораблик. И вот они уже стартуют от берега. До финиша еще далеко, но старт уже позади. И как их желание уплывает по течению, так и ребята, перейдя на новый уровень, становятся ярче и уверенно уплывают во взрослую жизнь. Александра Бурек, Синя Бударина, телеканал Просвещение.